Многие спрашивают, какие взять прибавки на пальто. Видите, тоже однозначного вопроса нет. Но давайте я вот здесь все-таки напишу. Пальто. В пальто по груди я бы взяла 6 см. Для прямого силуэта талия не контролируется. Пальто по бедрам я бы взяла тоже 6 см. И прибавочка к рукаву, к обхвату плеча, я бы в пальто взяла 7 см. Можно в 7 см, можно в 8 см. Но все зависит от того, какой силуэт будет у пальто. Вот сейчас перед вами силуэт примерно вот такой. Но если вы хотите силуэт, сейчас я его изображу. Если вы хотите силуэт оверсайз, а они сейчас, сами понимаете, какие бывают, вот такие вот большие, мешковатые, с какими-то вот такими вот огромными рукавами, которые могут быть реглан. Чаще всего вот такие вот рукавчики делаются, вот такие какие-то, да? И силуэты оверсайз, они могут еще и заужаться, как-то вот так вот немножко к низу. То есть что-то вот такое вот может у вас быть, да? Здесь застежка, так, 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 допустим, как-то так, да? То вот в таком силуэте прибавочка по груди может доходить, давайте напишем, от 6 до 12 см. Прибавочка по бедрам может быть. Вот если тут очень много в груди, надо где-то на каком-то месте делать поменьше. Тогда, допустим, прибавочку по бедрам я бы взяла, начиная там от 4 до 6, 7 и 8 см может она доходить. И прибавочка к рукаву, вот если посмотреть на эту историю, то это не меньше 10 см, до 30 см иногда доходит только прибавка по рукаву на такие вот ветровки, на такие вот какие-то огромные такие изделия с цельнокрайонным, может быть, рукавчиком с имитацией цельнокрайонного рукава. Но и в таких огромных же формах в то же время мы стараемся уплощать свое изделие, в огромных прибавках перестают быть нужны нагрудные выточки. Помните об этом. И если вы будете работать вот в этом варианте, вы уже делайте, пожалуйста, себе базовую конструкцию, рассматривайте без нагрудной выточки. Конечно, нельзя, невозможно эти прибавки сразу выбрать очень точными и угадать их, потому что чаще всего даже примерка наша, которую мы проводим, именно она помогает нам понять, правильно мы эти прибавки выбрали или нет. То есть у нас всегда должна быть какая-то страховка. И именно свойства ткани часто предугадать очень-очень трудно. Я не устаю об этом говорить. То есть нам кажется, что ткань тянется, например, хлопок стрейч, а по факту она оказывается на теле очень сухой, жесткой и некомфортной. Если там сделать маленькие прибавочки, и ткань будет в заломах вся, и изделие будет все в заломах, и вам будет плоховато и некомфортно. Поэтому очень многое нужно рассматривать, уже отвечать на многие вопросы уже во время примерки. И поэтому в крое, пожалуйста, страхуйтесь. Если маленькие объемы делаете, то добавляйте эту нашу, то добавляйте по боковым швам припуски, чтобы была страховка.